Всех приветствует А.Отвертка, канал Домашнего Мастера. Сегодня у нас очень интересный вопрос. Как выбрать электронную книгу? Как вы знаете, электронные книги не имеют обилия разнообразнейших характеристик, однако при их выборе важно учитывать несколько наиболее значимых параметров. В этом секретном видео мы расскажем, на что стоит обращать внимание при выборе электронной книги, чтобы получить практичное и удобное в использовании устройство. Итак, поехали. Итак, самое главное – это у нас диагональ и разрешение. Выбор диагонали должен основываться на характере использования электронной книги. Если вы покупаете ее в качестве домашнего девайса, то однозначно стоит рассмотреть диагональ побольше. То есть, в моем случае, например, десяточка, десять дюймов – это самый оптимальный вариант, а можно даже и больше. Самой оптимальной большой диагональю в плане ассортимента и цен, в принципе, является 7,8 дюйма, но вот, например, для меня как-то все-таки получше обращать внимание именно на 10-дюймовые планшеты, если честно. Если вы планируете регулярно выбираться для чтения на улицу или брать книгу в дальние поездки, то более практичным будет решение 6 дюймов. Но, опять-таки, это дело немножко спорное. Для поездок, для поездок, ну, опять-таки, чем больше, тем и лучше. Первое. В поезде тряска, колебания и так далее. Маленькие 6-дюймовые книжечки – это. Ну, как это ж? Это очки сразу тут у вас получатся. Будете жмуриться, всматриваться и так далее. Ну, 7 дюймов можно взять. Ну, как-то так. Есть у нас нормальные 10-дюймовые правильные электронные книги. Так что тут как бы вот чем больше, тем и лучше. Что касается разрешения и четкости картинки, то у электронных книг нет стандартов HD или, например, Full HD. Поэтому ориентироваться немного сложнее. Чтобы не усложнять, берите за основу плотность пикселей найдем, или PPI. Чем выше плотность, тем четче будет картинка. Минимально комфортный PPI для чтения начинается с 212. Показатель именно 212. Рассматривать больше стоит только в случае, если вы планируете смотреть много графического контента. Это журналы, комиксы и подобное. Для таких случаев оптимальным показателем плотности будет 300 PPI. Ну а теперь очень главный и правильный показатель – это тип дисплея. Дисплей E-Ink с магнитными чернилами имеют несколько поколений, которые отличаются своими характеристиками. Самым популярным на данный момент времени являются дисплеи типа «Карта», созданные около 10 лет назад. За это время у них появилось несколько модификаций. Например, «Карта 1200» – это улучшенная контрастность. И «Карта Plus» – это повышенная четкость. А также у нас есть «Мобиус» карта – это ударопрочное устройство. Более старой и доступной разновидностью E-Ink экранов является поколение Perl. От «Карта» он отличается лишь замедленной скоростью прорисовки. Самый якобы свежий и технологичный чип чернильных дисплеев – это «Калейду». «Калейду» называется. Книги с такими дисплеями способны отображать до 4096 цветов, однако и стоят они минимум 15 тысяч. Следующий показатель – это сенсор. Наличие сенсора значительно упрощает процесс управления и расширяет набор функций электронной книги. Что особо важно при наличии беспроводного подключения по Wi-Fi или Bluetooth. Сенсор позволяет выделить текст для его перевода или занесение в заметки. Если бюджет позволяет, то рассмотреть наличие сенсора в книге однозначно стоит. Следующая важная вещь, если честно, это подключение по Wi-Fi. Если у вас нет опыта использования электронных книг, то функция подключения по Wi-Fi может показаться странной, ведь мультимедийными способностями это устройство не блещет. Но на самом деле беспроводное подключение представляет быстрый или предоставляет именно быстрый доступ к загрузке книг, например, через Dropbox и так далее и тому подобное, или напрямую с интернет-магазина. Полезнейшая вещь, если честно. Следующее, на что надо обратить внимание, подсветка. Отсутствие подсветки может встречаться только в бюджетном сегменте. Однако, не отменить необходимость этой функции я не могу. Если вы любите почитать перед сном, либо берите свою книгу «За пределы дома», или берете, например, книгу «За пределы дома», то подсветка является обязательной опцией. По-любому. Двигаемся далее по нашему видео. Это еще не все. Следующее, куда надо смотреть, это память. Для чтения книг в стандартных форматах FB2, EPUB или TXT 8 гигабайт встроенной памяти будет вполне достаточно. Если честно, да. Вместится более тысячи книг. Если вы любите почитать журналы и комиксы, либо послушать книги в аудиоформате, то проверьте наличие слота под SD или microSD. Полезнейшая вещь. Обращайте внимание на максимальный объем поддерживаемой памяти. 36 гигабайт в качестве дополнительной памяти будет вполне достаточно. Книжек можно туда будет называть. Особенно аудио. Море. Ну и по окончании нашего видео давайте подведем общий итог. Итак, главное при выборе электронной книги – это определиться с тем, где и как вы будете ее использовать. Для домашнего использования надо рассматривать с большой диагональю гаджеты, а вот для регулярных прогулок или поездок лучше подойдут более автономные, якобы карманные варианты. Но все-таки берегите свои глазки. Это очень важно. Это канал Отвертка, канал Домашнего Мастера. Я надеюсь, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!